Арабский язык – один из самых загадочных и древнейших языков мира. Смысл многих слов и выражений понимают только носители языка. А дословная расшифровка почти невозможна, уверяет студент-переводчик Таир Уразалиев. Сейчас я на доске написал известные арабские выражения, пословицы. И вот первая из них, допустим, «Маакуллю Абьядащахман» – «Не всё золото, что блестит». Но мы дословно не переводим, потому что дословный перевод его немного не сходится с нашими реалиями, так как его дословный перевод – это не всё то жир, что белое. После школы сразу же поступил в Таврическую академию. Это единственное учебное заведение полуострова, где есть обучение арабскому языку. Отделение Крымско-Татарской восточной филологии здесь открылось в 2002 году. Интерес к арабскому языку у меня появился ещё со средней школы. Когда мы с отцом начали посещать наши дуалар крымско-татарские, на которых читался Коран, и меня именно заинтересовало звучание арабского языка. В дальнейшем я начал интересоваться, углубляться в эти вопросы. Сейчас Таир – один из лучших студентов вуза. Преуспевает и в учёбе, и в организационных делах. Принимает активное участие в культурной жизни факультета. Совсем недавно статус лидера Таиры Розалиев подтвердил на Всероссийской олимпиаде. По арабскому языку крымчанин занял второе место и стал призёром номинации «Переводы». Он неоднократный участник районных и республиканских конкурсов в Олимпиаде такого уровня среди ста студентов из шести стран мира участвовал впервые. Научный руководитель студента доцентру Стэмбекеров уверяет, на счету у Таира десятки достижений – участие в деловых мероприятиях, выступления на конференциях и встрече иностранных гостей. В прошлом году даже выступил среди делегатов-переводчиков от университета на Ялтинском экономическом форуме. Таир с самых первых дней зарекомендовал себя как очень талантливый студент, способный. С самых первых дней он очень хорошо осваивал арабский язык. И его победа не случайна. Как оказалось, я даже больше верил в Таира. Он у нас парень скромный. И я ему сказал, что ты без победы не вернёшься, потому что он действительно этого заслуживал. Изучение арабского – это новый мир, где даже время идёт по-другому. В отличие от Григорианского, исламский календарь – лунный. Переводчик в своей деятельности должен учитывать и это. Изучая арабский язык, человек как будто бы попадает в другой мир, в Зазеркалье. Почему в Зазеркалье? Потому что шрифт арабский пишется наоборот. В русском языке и в крымско-татарском мы пишем слева направо, а в арабском с точностью наоборот – справа налево. У молодого человека есть опыт и в преподавательской деятельности. Уверяет, зная арабскую письменность, легче изучать старо-крымско-татарский язык, на котором написаны лучшие произведения национальной, религиозной, образовательной литературы и публицистики. И мы сейчас с вами видим, что старо-крымско-татарская письменность, она построена на основе арабской письменности. И человек, изучающий арабский язык, он с легкостью разбирается в крымско-татарском. В старом крымско-татарском написании? В терминах крымско-татарских, потому что большинство терминов взяты из арабского языка. Сейчас Таир учится на втором курсе магистратуры в КФУ имени Вернадского. Победа на Всероссийской олимпиаде стала для студента новым карьерным шагом. Все победители смогли бесплатно пройти тестирование по арабскому языку и получили сертификат международного образца.